С 26 по 29 марта в Казанском университете прошла шестая Всероссийская научная конференция учащихся имени Николая Лобачевского. Все подробности далее. Торжественное закрытие конференции состоялось в Большом концертном зале Уникса. По итогам конференции на одной площадке собралось более 700 учеников с 4 по 11 классы из 24 регионов страны. В ходе работы секции участники представляли свои исследовательские работы. Как в естественно-научных, так и в гуманитарных областях. Я участвовала в секции русской литературы 18-20 века и представляла работу «Особенности раскрытия проблемы ответственности перед будущим» по сказке Николая Телешова «Белая цапля». Мне невероятно понравилась организация данной конференции. Все было на высшем уровне, невероятно позитивное и куча эмоций. Поздравляли победителей и призеров сотрудники институтов Казанского университета по соответствующим направлениям, которые когда-то и сами принимали участие в конференции учащихся имени Лобачевского, созданной еще в 1980 году. Сегодня это почти 50 секций направлений, объединивших такие науки, как физика, астрономия, геология, биология, экономика, психология и многие другие. Данная конференция предоставила мне возможность стать частью научного общества, предоставить часть своего мнения в науку, и это очень здорово. Я считаю, это классно, что дети могут приучиться к науке. Я думаю, что, наверное, в будущем я бы тоже хотела стать частью этого всего, поступить в КФУ и стать научным сотрудником, возможно, или врачом. В моей работе говорится об эффективных средствах защиты от комаров для взрослых и безопасных средствах защиты для детей. Мы живем около болота, и к нам каждое лето прилетают очень много комаров. Родители нам за разу не разрешают пользоваться химическими средствами, потому что они опасные. И вот они сами давно изучают народные, и я решила провести в этом году эксперимент и выявить наиболее эффективное средство защиты от комаров. Отметим, что в этом году конференция прошла под эгидой Года науки и технологий. Диана Желенкова, Фариза Хитуглы, Универ Ньюс.